Республиканский ифтар в Казани это всегда впечатляющий масштаб, четкая организация и захватывающая атмосфера единения мусульман. В 2018 году впервые ифтар разделили на мужской и женский на два дня, 26 и 27 мая. Оба прошли на территории Академии Тенниса. В массовом разговении приняли участие около 10 тысяч человек. Где Ас-Са-Имун? Где те, кто смог осознать важность поста? Гости ифтара – мусульмане Татарстана и других регионов России. Руководители различных уровней, многодетные и малообеспеченные семьи, люди с ограниченными возможностями, сироты, а также активисты, общественные и религиозные деятели. Это красивое и важное мероприятие – заслуга предпринимателей, благотворителей, властей республики. А еще есть большая команда людей, которые почти всегда за кадром. Но без них крайне трудно представить ифтар. Речь идет о волонтерах. Я Илюза. Я Хадрия. Я Эльвира. И мы волонтеры. Ас-Саляму алейкум архаматуллах и баракатул. Меня зовут Анасори. Мне 20 лет. Я сегодня волонтер. Меня зовут Мусратило. Я студент третьего курса к не только ХТИ. Я сегодня на шестом республиканском ифтаре. Я являюсь волонтером-координатором. Меня зовут Флюра. Я пенсионер. Я каждый год помогаю на ифтаре. Саляму алейкум архаматуллах и баракатул. Меня зовут Набави. Я сам приехал из Нанези. Мне 21 год. Я учусь в КАИ. Сейчас я волонтер на шестом республиканском ифтаре. Я Халидея Багизовна из Пестрицов. Волонтер. Мне 70 лет. Каждый год участвую. Пока многие ходят, буду участвовать. Множество людей разного характера, разной национальности, разного цвета кожи. И мы, как один единый организм, работаем сплоченные, весело. Еще раз. Начнем раскладку. И вы все работаете в перчатках. В прошлом году на ифтаре на 10 тысяч человек работали 450 волонтеров. В этом на два дня по 5 тысяч гостей потребовалось 300 помощников ежедневно. Желающих приглашали заранее с помощью групп в социальных сетях. При регистрации волонтеры заполняли анкету, информацию о себе и пожелания. 26 мая или 27 вам удобно, или же в оба эти дни. И, ну, в принципе, мы на это и рассчитывали, мы и надеялись на это. И наше чутье не подвело, что большинство, подавляющее большинство, 80%, выбрали оба дня. Вот. Потому что волонтерам это интересно. Раньше добровольцев искали по объявлениям, обращались за помощью в различные молодежные организации. Возможно, поэтому и мотив стать волонтером несколько лет назад был иной. Когда я только начала работать, у меня всегда складывалось впечатление, что люди ради футболок туда приходят. Вот. Вот такое ощущение у меня было. Но сейчас уже или это у молодежи знаний прибавилось, все-таки люди уже приходят, на самом деле, понимая важность этой работы. Это же месяц Рамазан, такой вот благой месяц. Это деятельность очень высоко оценимая Всевышним Аллахом. Задача для добровольцев не из легких. Трудятся с утра до ночи. Приходят в качестве волонтеров люди других религий. Представители разных возрастов, от подростков до пожилых. Бывают, помогают целыми семьями. Приезжают с далеких районов. Но все-таки больше всего молодых мусульман. Волонтеры ведь они еще сами у разу держат. Они сами постятся. Поэтому для них это двойной совап, двойной аджер они получают. Мы надеемся на это. А волонтеры, которые постятся, они, конечно, целый день все равно мы на ногах не стоим. Есть возможность передохнуть. Потому что на крытые столы мы ждем очередную партию продуктов. Поэтому бывает время для совершения намаза, для получения омовения. Есть и те, кто работает волонтером на республиканском разговении каждый год. Сейчас они уже выступают в роли координаторов. Айназу 29 лет. Он преподаватель и доброволец со стажем. Пять раз трудился на ифтаре. Люблю, когда именно такие мероприятия сплачивают мусульман. В частности, да, то есть видишь, когда большое количество мусульман работают для одного благого общего дела. То есть умма становится крепче. И вместе с Рамазан все добрые, все милые, все приятные. И то есть получаешь от этого огромное удовольствие. Кстати, хоть и разделили шестой республиканский ифтар в Казани на женский и мужской, волонтеров по половому признаку не разводили. Оно и понятно. Мужская сила и женская хозяйственная рука всегда нужны. Кроме того, каждый год утром в день мероприятия приходят помощники по каким-то причинам, не сумевшие зарегистрироваться заранее. Их принимают и включают в работу. Ведь это особенный день для всех мусульман Татарстана. Ифтар проходит все лучше и лучше с каждым годом. Ахамдуля. Наталья Шагеева, Эдгар Шаги Ахметов, канал Алиф, Татарстан. Эдгар Шаги Ахметов